Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас кулинарный влог. Мне пришел интересный кухонный гаджет. Будем с вами вместе распаковывать, тестировать и готовить. Итак, поехали! Вот такая огромная посылочка. Итак, распечатываем. Девчонки, это планетарный миксер. Это моя давняя-давняя хотелка и, наконец-то, моя мечта сбылась. Планетарный миксер от Oberhof. Модель, смотрите, C34. Почему именно этот бренд, почему именно этот миксер? Ну, как всегда, соотношение цены и качества, отзывы почитала, функционал, который мне подходит. А еще, девчонки, у них сейчас проходит крутая акция. Посмотрите, мне в подарок прислали вот такую многофункциональную овощерезку. Это круто! На самом деле, вот мне такого гаджета дома не хватало. Здесь много насадок. Сейчас тоже с вами распакуем, все посмотрим. Из того, на что я обращала внимание. Во-первых, здесь 6 скоростей работы и плюс импульсный режим. Это классная дополнительная опция, которая позволяет работать с плотными продуктами. Вот это мне было нужно, потому что я хочу, чтобы многозадачность была, а не просто тесто замешать какое-то одно и все. Мощность достаточно хорошая, 1400 ватт. Это даже выше среднего на рынке. Здесь двойной крюк есть для замешивания теста. Такая особая конструкция, которая имитирует ручной замес. Вот это тоже, на самом деле, важно. Не каждый блендер, не каждый миксер на это способен. Позволяет сократить время нахождения на кухне. Отлично подходит для приготовления теста на хлеб. Я хочу пробовать печь хлеб сама. Возможно, сегодня мы тоже испечем, но у меня пока первая задача – это пирожки. Еще есть крюк ролл. Давайте с вами посмотрим, какие у нас тут насадки. 6 скоростей. Вот это, судя по всему, крюк ролл. Или это двойной крюк. 360 градусов. Объем чаши 5 литров. Импульсный режим. Откидная головка. Вот мне прям хотелось. Да, вот они насадки. Вот он весь функционал, который в этом миксере есть. То есть крюк ролл. Он используется для перемешивания легкого теста. Ну, на печенье, там какого-то жидкого. Для подготовки запеканок каких-то. Венчик тоже классная штука. А взбивать яйца, сливки, крем и бисе. Я прямо теперь буду кулинарию, девчонки, вам все показывать. Потом у нас есть с вами перемешивание на 360 градусов. Это полный захват чаши. То есть, когда перемешивается, захватывает чашу полностью. Не в середине, где-то там возюкает, да? А прям полную чашу. И тщательное перемешивание. Чаша у нас из матирующей нержавейки. С блокировкой основания. И емкость большая, 5 литров. То есть, можно сразу много замесить. И есть крышечка для защиты от брызг. Это на самом деле тоже очень классно. Защита рабочей поверхности, чтобы никуда тут ничего не брызгалось. Все отлично. У нас еще есть преимущества. Здесь у нас антискользящие прорезиненные ножки. Что тоже классно. Нам не нужны какие-то там эксцессы лишние на кухне. Мотор, который позволяет выполнять задачи любой сложности. От плотного теста до взбивания от сливок. 67 точек соприкосновения. То есть, полностью имитирует ручной захват. Это тоже очень классно. Смешивание продуктов происходит прям в минимально короткие сроки. В миксере присутствует инновационная технология двойной защиты от охлаждения, от перегревания. Технология двойного охлаждения, от перегрева. Экологичность. Материалы всеэкологичные. Универсальность. Поэтому сейчас будем с вами все обследовать, все смотреть. А я вам все главные плюсы рассказала, почему выбрала именно этот бренд. И, кстати, здесь гарантия один год. Что случится в течение года, всегда сможете отправить. И оплата только при получении. То есть, вы получаете. Вы все проверяете, как делала я. И потом только оплачиваете. Коробочку смотрите, как все упаковано. Все бумажки здесь все на месте. Все, что нужно. Гарантия и так далее. Приходит вот так переложено пенопластом. То есть, все в целости и сохранности. Сейчас все достану и покажу. В инструкции есть рецепты. Ой, какие молодцы. Смотрите, есть несколько рецептов. Обязательно попробуем. Тесто для пасты. Ух, теперь Света все на кухне поселится. Достала, распаковала. Смотрите, чаша еще была упакована в пупырку с ручкой. Что очень удобно. Прям зеркалит. Глубокая такая, красивая. И встает туда очень плотно. Она была вставлена. Я ее вытащила. То есть, вот так все это дело будет выглядеть в собранном состоянии. Она встает плотно. Я не поставила ее. Опачки. Вот, все. Ее прям не расшевелишь. И вот эта штучка, вот эта кнопочка. Опа. Надо это, конечно, двумя руками делать. Для того, чтобы опустить или поднять нам с вами головку, чтобы вытащить чашу. Вот. Все кнопочки. Все подписаны. В принципе, все понятно. Все отлично. Вот они, 6 скоростей. Тоже все подписано. Вот таким образом. Так. Для чего? Какая скорость? Тоже подписано. Все насадочки в отдельной упаковочке были такие, знаете, тяжеленькие. Добротные. Вот так это выглядит. Так. Сейчас я буду уже разбираться, включать. И будем с вами замешивать тесто. Очень легко. Вообще никаких усилий прилагать не нужно. Здесь вот такая, видите, кнопочка. Вот мне рукой одной неудобно. Сейчас, наверное, получится. Я вам покажу. Так. Мы вот так вставили. Вставили. А потом повернули, чтобы эта кнопочка вот в этом пазике оказалась. И все. Вот. Все. Кнопочка сюда в пазик зашла. Насадка сидит как влетая. Кстати, фиксируется тоже очень легко. Мы повернули ее в эту сторону. Все. Вытаскиваем, повернули вот в эту сторону до упора. И все, она стоит как влетая. Так. Сейчас начнем с вами замешивать ингредиенты для теста пирожков. Что нам понадобится? Нам нужна мука, дрожжи, масло, сода, соль, сахар. Ложка для отмерения. Сначала буду высыпать муки где-то полкило точно. Даже больше. Грамм 700-800. Рецепт классный, проверенный. Много раз по нему пекла. Женечка в телеграмм давала. Я с ним подружилась. И вот так и дружу с этим рецептом теста. Но чуть-чуть там просто увеличиваю пропорции своей. Так. Сейчас 700 грамм муки мы сюда засыпаем. И столовую ложку дрожжей. Это на большое количество. Это прям на большое. Уже не было все в половину. Не столовая ложка, а чайная по рецепту. То есть, если пирожков вот так на вечер. Я хочу, чтобы у меня осталось. Будут гости. Поэтому так. И будем еще половиночку. Одну треть, наверное, столовой ложки добавлять соды. Она нужна для того, чтобы погасить привкус от дрожжей. Вот столько дрожжей. Перемешиваем с мукой. Сами вот так. И немного соды. Именно для погашения дрожжевого привкуса. Тоже все перемешали. Сухие ингредиенты перемешали. Добавила столовую ложку соли без горочки. Ну, такой, ну, полную. Такая большая у меня ложка. И добавила полторы столовых ложки сахара. Я люблю, когда тесто немножко сладковатое такое. Хотя начинка у нас с вами будет фарш. Поэтому мне вот как-то так больше нравится. Так, и что у нас, собственно говоря, дальше? А дальше у нас стакан по рецепту. Но у меня кружка. И здесь явно не 200 миллилитров. Здесь миллилитров 350. Поэтому у меня все объемы немножко побольше, чем в Женином рецепте. Если надо будет добавить, добавлю потом. И все. И будем сейчас с вами ставить чашу, миксер. И замешиваться тесто. И в конце, еще в конце, когда оно уже хорошо вымесится, мы добавим пару-тройку столовых ложек подсолнечного масла. Растительного, в любом. Может быть, оливковое. Я думаю, у меня сейчас тесто без всякого теплого места поднимется быстро сразу. Потому что жарко. Жарко и на кухне жарко. Так, установили прочь на чашу. Сейчас включу в розетку. Опускаем с вами головку. И будем вместе смотреть, как он работает. Личненько встал. Слушайте, он у меня, наверное, здесь и будет жить. Я не буду его убирать. Потому что омлетики всякие туда-сюда. Я прям буду его ежедневно очень много раз тестировать. Так, установила в розетку. Включила. Что хочу сказать. Вот эти присосочки. Они прям его не столкнешь. Он так хорошо к поверхности присасывается. Просто шикарно. Вот еле сдвинула прям его на это место. Так, все. Давайте пробовать включать. Вау! Вот она, та самая технология вращения. 360 градусов и полный захват. Смотрите. Пока на первой скорости. Как здорово! Давайте включим вторую. Выключился. Все, выключили. И еще у нас здесь, кстати, есть с вами вот эта вот функция инерции. Очень классная, умная. Слушайте, ну супер. Мы пока оставляем с вами тесто замешиваться. Пойдемте посмотрим овощерезку, овощечистку. Вот так выглядит у нас с вами овощерезка. Кстати, смотрите, как удобно хранить. Здесь есть отсеки для насадок, куда они вставляются. Это на самом деле экономит кучу времени. Просто кучу времени. Вот они все насадки. Вот у нас с вами емкость, куда все будет собираться. Кстати, с легкостью можем нашинковать капусту для пирожков. Но у нас сегодня будут с мясом. Я думаю, что только с мясом. Вот она инструкция по всем насадкам, для чего какие нужны. Я думаю, что вот эта насадочка должна подойти для картофеля фри, я надеюсь. И еще у нас с вами что удобно? Не страдают руки. То есть вот у нас штучка, которой мы будем захватывать продукт. И руками терки мы не касаемся. Это, конечно, очень огромный плюс. Так, давайте достанем насадки и попробуем ее собрать. Очень легко собирается. Мы просто нужную насадочку сюда вставляем до щелчка. И все, готово. Причем остальные насадки не мешают функционалу основной. Они так и стоят здесь на месте и совершенно не соприкасаются никак ни с чем. Теперь мы берем нужный нам овощ и его, собственно говоря, вот так натираем. Я все-таки хочу попробовать. Ой, тут прям иголочки. То есть мы на иголочке, смотрите, втыкаем, чтобы надежно он был зафиксирован. И натираем. С помощью вот этой интересной насадки можно делать пюре. Смотрите. Как интересно. Так, ну что? Все-таки, наверное, придется сделать капусту на пирожки. Пусть будут еще и с капустой. Кстати, в комплекте имеются вот такие резиновые ножки, которые мы сейчас с вами установим в основание, чтобы у нас агрегат тоже нигде не скользил. Их всего 5 штук. Получается запасная, если вдруг у вас что-то потеряется. Казалось мне густоватым, я подлила немножко воды. А вот у нас, кстати, с вами крышечка, я вам не показала, для защиты от брызг. Смотрите, сейчас я ее установлю и покажу вам. Вот так она легко устанавливается до щелчка. У нас здесь с вами есть отсек, через который мы можем ингредиенты в процессе насыпать, наливать и так далее. Поехали! Мы будем шинковать капусту. Смотрите, я сюда кусочек капусты прямо надела на эти железочки. И вот таким образом мы начинаем с вами ездить и ее шинковать. Вот таким образом выглядит нашинкованная капуста. Я сейчас добавлю еще сюда морковки, тоже пошинкую. И лучок, и обжарю. Это будет у нас первый вид начинки для наших пирогов. Все очень быстро моется, насадки сушатся прямо здесь, потому что здесь, видите, все открыто, ничего с ним не случится. Компактненько, удобненько, очень-очень хорошо. Морковку прямо вот так натыкаю и без лишних заморочек сейчас буду тереть. Какого состояния стерлась морковка. Вот что от нее осталось. Все, практически до конца. Отлично! Сначала, когда мы вставляем, мы уводим вверх эту кнопочку. Потом, когда подходим к концу, опускаем и все прекрасно. И теперь следом вот так же лук. Прямо нанизала и на терочке. Отлично! Вот так выглядит морковка. Вот так потертый лук. Сейчас все это отправляю на сковороду тушиться. И замешиваем дальше тесто. И вторую начинку будем обжаривать. Там будет лук, много лука, фарш, чеснок и любимые специи. Хороший, показываю вам конечный результат. Сейчас буду вытаскивать чашу и накрою. Пусть немножко постоит, поднимется и будем сразу, в принципе, печь. Вот так выглядит тесто. В процессе добавляла немножко водички, потом добавляла немножко буки. Но в целом это вот та консистенция, которая и нужна. Такой комочек легко отделяется от стенок. Достаточно легко отделился от ножей. Ножей? Не ножей, а насадочек. Теперь добавляем немного растительного масла. Ну, в целом, вот где-то две ложечки. Немножко сейчас его вот так переверну и оставляю в покое. До минут на 15 у нас тут такая жара на кухне. Видите, тесто уже прям хорошо поднялось. Прям уже хорошо. Заодно сейчас с вами протестируем коврик из магнита для выпечки. На нем будем выпекать. Который вот по акции у них там на нем. Будем делать пирожки в духовке. Добавится вторая начинка. Я обжариваю лук. Добавляю туда соль и сахар. Лук всегда обжаривают сахаром. Он гораздо вкуснее. Добавляю туда фарш. На этот раз готовый, потому что уже не хочется тратить время. Знаю, какой хороший беру. Не хочется тратить время, чтобы крутить фарш. Так, и будем обжаривать дальше его уже с большим количеством лука. Лука побольше, тогда начинка будет посочнее. Смотрите, девчонки, как хорошо у меня встал миксер. Я даже его убирать не буду. Будет стоять у меня здесь на постоянной основе. Буду теперь печь булочки своим по утрам. Наверное, пора уже открывать с таким агрегатом кулинарный блок, девчонки. Все, потому что меня теперь от него не оторвешь. Хорошо стоит, достаточно компактно, занимает мало места. У меня тут рабочая поверхность, я свободно. Все отлично. Прям как будто он здесь и был. Еще вот эта расцветка. У меня вся техника на кухне черного цвета. Прям все подходит идеально. Делаю так же. Дальше я прямо на стол буду наливать немножко масла, руки мазать в масле. Отщипывать тесто. Хорошо прям поднялось. Ой, какое тесто-то хорошее получилось. Отщипывать тесто, руками его раскатывать, добавлять начинку и выкладывать. А коврик смазала маслом. Потому что я не знаю, как он себя поведет. Первый раз этот коврик из магнита буду использовать, поэтому пусть будет так. Ну все, готово. Тут у меня уже крест свою руку приложила. Отправляем первую партию в духовку. Тесто осталось. У тебя партии пирожков одна доделывается. Начинка кончилась. Хочу из него сделать что-то типа багета раскатать. Сделать прорези. Приготовить чесночную крупную заправочку. И когда он будет готов в эти прорези полить. Хочу посмотреть, что получится. Ну что, рискнем? Решила все-таки булочки, до которых тоже будут разрезы. Багет растягивать в идеальную форму не получается. Хочется, чтобы было эстетично. Нужно форму для багетов купить. Поэтому будут булочки, которые надрезать уже буду в середине пропекания. Потому что если надрежу сейчас, они совсем разойдутся надрезы. Потому что тесто очень хорошо поднимается. А где-то вот посерединке, минут через 7, после того, как отправим в духовку, даже через 5, буду делать как раз-таки 2-3 надреза. Первая партия пирожков ничем не смазывала. Кстати, хотела именно такие. Давайте теперь проверять коврик. Слушайте, ну нормально. Нормально. Следующую партию немножко пораньше достану. Ну а так, ну не пригорели, не прилипают, не прилипают. Все как бы отлично. Слушайте, коврику 5 баллов. Так, сейчас чуть остынут, покажу в надломе. Вторую партию решила смазать. Я пока экспериментирую. Я не профессиональный повар. Просто посмотреть отличие и понять, как мне больше нравится. Взломила пирожки. Вот как они выглядят. Слушайте, мне безумно нравится. Безумно вкусно, безумно легко и просто. Вот такую заправку для булочек. Здесь масло, чеснок и укроп. Пока как раз масло настоится, будет ароматные пирожки и булочки. Выложу, ты мы их польем. Ну вот и последняя партия готова. В целом и коврик нормальный, хочу сказать. И пропекается все на нем хорошо. Я, кстати, в духовке прям полила вот этой смесью булочки. И надо было разрезать их пораньше. Я для себя так решила, что в следующий раз я буду пробовать разрезать пораньше или, возможно, даже сырыми. Но так они все равно пропитались. Аромат стоит на всю квартиру нереальный. Вот так. Еще сверху готовые сейчас полью. И это будет нереально вкусно. Вот такие 4 булочки с чесноком и пирожки. Все великолепно. Что, мои хорошие, я агрегатом полностью довольна. Он мои ожидания оправдал. Дальше во влогах обязательно буду вам показывать какие-нибудь кулинарные изыски, которые будем готовить с помощью него. Чаша моется идеально. Она такая достаточно толстая, тяжелая. Все отлично. Насадки тоже помыла. Все стоит на своем месте. Все аккуратненько, все красиво, функционально. Мне понравилось. Ссылочку вам на миксер оставляю под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. И в закрепленном сообщении тоже постараюсь оставить. Вот такой у нас сегодня с вами вкусный, аппетитный кулинарный влог получился. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Пишите, пользуетесь ли вы дома миксерами или замешиваете тесто руками. Я лично очень довольна, потому что до этого пекла пирожки тестом, из теста замешанного руками. Разница все-таки есть. Разница есть. Оно поднималось, кстати, вообще 10 минут буквально. И все. Дольше и не оставляла даже. Так, ну на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. Всем пока-пока и приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok